Неудачный маневр, погоня за дебоширами и горящий балкон. В эфире Днепр Оперативный. С вами Анатолий Ивченко и мы начинаем дайджест событий. Ударный поворот. Ехал за продуктами, а купит новый бампер. Автомобиль Шкода двигался по проспекту Калнышевского. В этот момент водитель автофорд, которая ехала в противоположном направлении, решил повернуть к супермаркету. Выполняя маневр, он не убедился в его безопасности, из-за чего врезался в первую машину. От удара транспортные средства получили повреждения передних частей, но в ДТП никто не пострадал. Забили на тормоза. Кому нужны сигналы? На набережной Заводской произошло ДТП. Автомобиль ЗАЗ двигался в сторону центра и начал останавливаться на красный сигнал светофора. В этот момент водитель автоваз, который ехал за ним, не успел среагировать на смену дорожной обстановки и затормозить, в результате чего протаранил первую машину. В аварии никто, кроме транспортных средств, не пострадал. Подобный инцидент произошел в районе подстанции. Автомобили двигались по Запорожскому шоссе и остановились на красный сигнал светофора. В этот момент водитель авто ЗАЗ, который ехал за ними, не успел среагировать и затормозить, в результате чего врезался в Тойоту. От удара машину-виновницу откинуло еще и в Хюндай, который стоял рядом. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Из-за инцидента движение на участке было затруднено. Новости от соседей. Думали, что устроят себе красивую гангстерскую жизнь. В городе Бровары Киевской области было совершено дерзкое ограбление банка. Как сообщают полицейские, трое злоумышленников повредили дверцу сейфа и похитили кассеты с деньгами в размере 300 тысяч гривен. Правоохранителя установили, что фигуранты прибыли из Одессы. Там вследствие спецоперации и были задержаны подозреваемые. Их причастность к ограблению банка была установлена. Грабителями оказались граждане Молдовы возрастом от 25 до 42 лет. Теперь им грозит лишение свободы до 6 лет. Плохие парни. Начали прибыльный, но очень опасный бизнес. Около 70 тысяч гривен в неделю зарабатывала небольшая группа людей, распространяя наркотики по Днепропетровской области. Как сообщают полицейские, организатором предприятия оказался 33-летний мужчина, который ранее уже был судим за наркоторговлю. В помощников у него были еще 4 человека. Они избывали метамфетамин путем распространения закладок или из рук в руки. Один грамм незаконного вещества приносил предпринимателям 1200 гривен. Но недолго простоял бизнес. К месту жительства фигурантов наведались правоохранители. Они изъяли у подозреваемых слип-пакеты с наркотиками, а также гранаты, мину, винтовку и патроны. На данный момент продолжаются следственные действия. Авось прокатит. Днепря они сообщили патрульным, что на улице Паникахи водитель автомобиля ФИАТ нарушает ПТД. Экипаж обнаружил нарушителя и подал ему требования об остановке. Но тот лишь ускорился и начал уезжать от правоохранителей. При попытке блокирования дебошир шел на таран и создавал аварийные ситуации. Уже на улице Володи Дубинина шофер не справился с управлением и въехал в ограждение. Его и еще двух пассажиров авто задержали. Ими оказались студенты высших учебных заведений города, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Теперь безответственному водителю грозит штраф в размере 17 тысяч гривен. Стихия никого не щадит. Когда страдают дети, происшествие становится катастрофой. В Кривом Роге на улице Курчатова произошел пожар в многоквартирном доме. ГСЧСники установили, что горел балкон квартиры на четвертом этаже. Пламя уничтожило домашние вещи и раму балкона на площади двух квадратных метров. Из-за огня угарным газом отравились 8-летняя девочка и 12-летний мальчик. Их госпитализировали. Причины возгорания выясняются. Это все новости на сегодня. Следите за обновлениями Днепрооперативного на страницах в социальных сетях. Берегите себя и будьте внимательнее на дорогах.